Дамы и господа, всем доброго времени суток, давно не было разговорных видеороликов и вот решил записать. Предупрежу тех, кто нарвался на этот формат в первый раз, тут я говорю о совершенно случайных вещах, которые взбрели мне в голову за последнее время. Всё это без особого видеоряда, только разве что в каких-то случаях, где ссылка или иллюстрация, ну прям совсем уж сильно напрашивается. Единственная тема, про которую я хочу поговорить сегодня объёмно и серьёзно, это арест Хованского и возникающие у меня по этому поводу мысли. Тем более, что вот на днях должно начаться разбирательство, судя по поводу Онова, которое, надеюсь, не будет в очередной раз отложено. На самом деле, это один из тех случаев, когда происходящее в государстве меня очень сильно расстраивает. Я объясню почему, но сначала мне хотелось бы порассуждать в вольной форме на тему правосудия в принципе. Для меня большую часть времени своей сознательной жизни был совершенно очевиден ответ на вопрос, что важнее, буква или дух закона. Я решил, что будет правильным ответить на этот вопрос методом подмены переменных. Буква закона я мысленно засчитал за форму, а дух закона за материю. Как всё это выглядело в моём понимании? Можно слепить из говна нечто, напоминающее по форме золотой слиток, однако кому оно будет надо? В свою очередь, можно переплавить золото и придать ему форму говна, и оно всё равно останется золотом, которое нужно всем. Как мне казалось, для себя я совершенно убедительно на этот вопрос ответил. Однако, чем дальше, тем сильнее понимаю, насколько этот ответ неверен. Или даже не неверен, а просто некорректен. Просто потому, что сам вопрос дерьмо. Для меня олицетворением этих двух крайностей, то есть духа и буквы закона, являются две судебные системы. Американская, которая прецедентная и которая олицетворяет собой дух закона. И российская, которая кодексная и которая олицетворяет букву закона. Я при этом не говорю сейчас о фактическом состоянии дел, я говорю именно о стереотипе, находившемся у меня в голове. Если утверждение, что американская система олицетворяет дух закона, а российская букву, не находит положительного отклика в вашей голове, то можете сразу пойти по тайм-коду непосредственно на ситуацию с Хованским. Начнем с прецедентной. Факт того, что какой-то прецедент может стать руководящим при принятии какого-то решения, в теории является, конечно, хорошим противовесом для того, чтобы судебная система не позволяла себе интерпретировать закон и пользоваться какими-то лингвистическими уловками при их интерпретации, так как каждая такая ложная интерпретация позволит избегать наказания в будущем. Такая ситуация, во-первых, накладывает на судью огромный груз ответственности, так как ты несешь ответ не только за конкретное решение, но и, по сути, на будущие возможные решения. Во-вторых, это повышает шанс того, что в будущем факт неверной трактовки законов всплывет, так как если кто-то прецедентом воспользуется, то благодаря здравому смыслу в новом деле будет понятно, что предыдущий прецедент был каким-то, скажем так, неординарным. Однако идея-то может, конечно, хорошая, но носителем закона все еще является человек, а в любой сфере человеки бывают как порядочными, так и непорядочными. Или, как минимум, безответственными и глупыми. Если ты тупой или безответственный, то груз ответственности, в принципе, на твои плечи не падает. Останавливает ли выше указанное непорядочных и безответственных? Нет. Точнее, останавливает, но далеко не всегда. Забошляли к какому-нибудь пожилому судье один раз денег достаточно, чтобы перебить угрызение совести, и все. Дальше как хотите. Прецедент есть, им воспользуются. Может быть, и не раз. Пришла коллегия судей на суд с жесткой диареей после местной столовки и желанием поскорее убежать из зала суда в сортир. Все дальше как хотите. Охреновый прецедент создан. Да и, казалось бы, ну не ошибешься, если скажешь, что дух закона, то есть его материя, это прямо ну точно про американскую систему. Но по факту же, сама идея прецедента в судебной системе, этот самый дух, цементирует в довольно жесткую форму. Ведь логика и интерпретация лишь небольшой группы людей, принявших в определенный момент определенное решение, далее может экстраполироваться на аналогичные, но никогда не идентичные по своей сути ситуации. При том, если засчитать как букву закона, еще и эти самые прецеденты, которые делают изначально довольно простую систему законов просто невероятно объемной, и считать их как часть этой системы, может нам дружить, что там, на самом-то деле, буквы куда больше, чем духа. И в конечном итоге, из-за своего разбухшего и невпихуемого объема, который невпихуешь в одного человека, который сможет контролировать группу таких же людей на предмет попытки искажений буквы закона, все скатывается на предполагаемый здравый смысл присутствующих в отдельном зале суда. В России же ситуация обратная. В отсутствии практики применения прецедента законы, законы, несмотря на то, что изначально больше по объему, чем американские, вовсе недостаточны для описания каждой конкретной ситуации. А для того, чтобы все-таки не было случая, когда в сферу права какая-то ситуация может вообще не попасть, они написаны довольно формально, что скатывает множество судебных разбирательств именно в вопрос наличия здравого смысла в зале суда и лингвистической интерпретации законов. И это на том фоне, что законов у нас куда больше и в плане количества статей, и в плане их объема. То есть, по сути, и там, и там никаким духом закона по итогу и не пахнет. Не уверен, впрочем, что это вообще от буквенного объема зависит, но, скажем так, я сейчас не претендую на какую-то истину в последней инстанции и к этой теме, скорее всего, когда-нибудь вернусь. Уточню, что все вышеуказанное вовсе не значит, что судебная система ошибается часто и работает плохо. Вовсе нет. Чисто статистически она срабатывает верно в подавляющем большинстве случаев. Сейчас я говорю в первую очередь о резонансных случаях, в которых суды подвержены какому-то влиянию извне. Притом я про влияние в самом широком смысле, как про что-то, с чем суду по каким-то причинам приходится считаться. Влияние это может существовать по целому ряду причин. В силу публичности подсудимого, членством онова в какой-то диаспоре, валютой, связями самого разного свойства, слишком резонансным случаем. В случае среднестатистического у Васи Пупкина, который разбил голову молотком какого-нибудь пьяницы, с которого взятки гладки, вероятность корректного переговора крайне высока, так как в таких случаях при интерпретации законов все-таки опираются не на лингвистическую эквалибристику, а на здравый смысл и логику. На фоне знания законов, адекватно проведенного следствия и отсутствия какого-то либо влияния, суду нет особого резона оправдывать виновного или сажать невиновного. А есть дела, в которых что-то замешано, как, например, в случае с Хованским. Тут и публичность, тут и факт сотрудничества онова с ЛДПР, а скоро как бы выборы. Публичность, кстати, это триггер для неадекватности, которая далеко не односторонняя, она может сработать в обе стороны, как в сторону несправедливого оправдания, так и в сторону несправедливого наказания. Потому что иногда власть не хочет резонанса, а иногда власть, наоборот, совершенно не против встроить публичную порку. Так или иначе, я не собираюсь его оправдывать. По одной банальной причине, оправдывать тут в моем понимании нечего. И, используясь в данном деле логикой и здравый смысл, это было бы ясно совершенно всем в суде. Я в этой ситуации думаю примерно о том, что бы я сказал, будь я на суде присяжных. Давайте озвучим то, что нам известно о деле. Хованский спел песню, которая чисто лингвистически и без контекста спокойно под статью попадает. Это действительно так. Вопрос лишь в том, действительно ли он призывал к террористическим актам, или это все-таки было не так. И все это от и до ирония. Или постирония, или вообще что-то третье. Была проведена лингвистическая экспертиза. Она утвердила, что это все от и до совершенно серьезный призыв к терроризму. Будь это весь контекст, я бы даже согласился. Ну, знаете, если бы мне сказали, что вот Хованский просто сидел-сидел в своей квартире, и тут вдруг решил присесть за микрофон, взял гитарку, и решил записать такую вот песенку и выложить ее в интернет. Но контекст у нас есть. Пел он эту песенку перед нацистами. Ну, то есть, как бы сказать, людьми, которые не очень любят нерусских. Я не буду сейчас оценивать сам факт пения перед онами, но у нас есть конкретная ситуация. И вот у меня вопрос. Вы действительно хотите сказать, что человек со сколь-либо работающим инстинктом самосохранения будет распевать перед нацистами песни, в которых по-настоящему, без всякой иронии или постиронии, будет призывать чеченцев резать русских? И, как мне кажется, это совершенно наглядная демонстрация того, о чем я говорю. Формально он попадает под эту статью. Но для того, чтобы этого не происходило, достаточно, чтобы была включена хоть маленькая доля здравого смысла. Просто ничтожная. Но в данном случае здравый смысл пока что успешно преодолевается формальностью закона, то есть его буквой. Почему, собственно, вопрос про дух и материю говно? Потому что это то же самое, что спросить, а что для человека важнее, мясо или скелет? Вещи-то вроде как разные, только проблема в том, что они относятся к человеку в родовом смысле. Человек заключает в себя и то, и другое. И без этих двух составных вещей, составляющих единое целое, он существовать не будет. Также хочется спросить, а какого, собственно, черта? Учитывая, что в нашей стране публичные личности много и очень много раз угрожали жизням других людей, унижали их достоинства, доказательства чего-либо есть, либо они вообще не требуются в силу того, что это публично известная информация. Но ничего им за это не было. В конце концов, если включить здравый смысл, то станет понятно, что это самое мужское государство, с подачки которых и было заведено дело, для русского общества куда более болезнетворно, чем песенка Хованского. Притом даже в том случае, если это все-таки действительно каким-то образом был бы призыв к терроризму. И тут совершенно очевидно, по уже вышесказанному, что реальное содержание разнится с текстовым. А человеку собирается совпаять, я так понимаю, что вполне реальный срок от 5 лет. Эти 5 лет, на фоне отсутствия каких-либо терактов, спровоцированной этой песней, конечно, тоже для меня выше понимание, и наводит на мысли, что и система наказания в России, как, впрочем, и во всем мире, полнейшее говно. К чему я, собственно? Эта мысль навела меня на другой резонансный случай. Думаю, вы помните 18-летнюю девочку, которая засиделась в тиктоке и сбила детей на пешеходном переходе, вследствие чего два ребенка погибло. Грустный, но, к сожалению, рядовой случай. Не первый раз такое случается, и, к сожалению, не в последний, но тут началась драма. Почему-то какому-то количеству людей девчонку стало жалко. Почему-то какое-то количество людей очень сильно этот факт разбомбил. Но обе позиции мне вполне понятны, и я начал задумываться, а какая из них правильная. Давайте поговорим о мотиве преступления. Собиралась ли эта девчонка сбивать человеков? Очевидно, что нет, она просто совершенно тупая дура, которой купили машину. Но за преступление действительно надо как-то расплачиваться. Но я не понимаю, почему именно уголовным сроком и почему расплачиваться в нынешней уголовной системе нужно именно в негативном смысле. По крайней мере, в определенном количестве случаев, связанных с ненамеренным причинением ущерба. Вот смотрите, залететь она собирается по статье, которая предусматривает до 7 лет колонии. С одной стороны, это не наказание на самом деле. Это совсем не то, после чего каждый дегенерат подумает о том, стоит ли сидеть в телефоне, находясь за рулем. При этом, человек забрал у государства примерно 60-80 лет трудовых человека часов, а сам заплатит максимум 7 годами. Какой-то странный баланс, не правда ли? Мы же вроде как очень сильно негодуем и совершенно справедливо, когда за миллиардные хищения дают какие-то микросроки и несразмерные хищения штрафы. С другой стороны, если смотреть на уже существующую ситуацию и ее контекст, уголовное дело и 7 лет колонии, это скорее всего крест на карьере, крест на психике, шанс стать по-настоящему криминальным элементом, потому что я не особо-то слышал, чтобы наши или какие-либо другие исправительные учреждения кого-то действительно исправляли. И с большой долей вероятности, по вышеуказанным причинам, это крест на собственных детях, потому что опять же, кому оно надо при вышеперечисленных фактах. То есть государство с некоторой долей вероятности недополучит еще какое-то количество человекочасов. При этом, если родители погибших детей, смягчившись оценить ситуацию и захотят ее простить, то у них возможности-то никакой не будет. У нас просто нет такой практики. То есть с некоторой долей вероятности, это крест на психике и для них. Я сейчас не говорю, что это должно обязательно произойти, я сейчас говорю именно о гипотетической возможности подобного. Так вот, с одной стороны, наказание излишне легкое, а с другой стороны, излишне тяжкое. Почему так? Потому что оно неправильное, оно некорректное. И сейчас я вам приведу кое-какие доводы, и хотел бы услышать, согласны ли вы с этим или нет. В силу указанного, так как наказание несоразмерно ущербу, и при этом будет и далее негативно сказываться на обществе, в силу шанса отсутствия у девочки детей и адекватной работы, в данном случае должно быть не негативное, а позитивное наказание. О чем я говорю? По ему мнению, за смерть двух детей по неосторожности, нужно обязывать рожать трех детей, а не сажать в колонию. Притом неважно для чего, хочешь сама воспитывай, хочешь побыть суррогатной матерью для тех, кто не может себе позволить подобное по медицинским показаниям, но ты должна возместить в стране 80 лет человеческого труда, плюс то невозвратимое время, которое потратили родители этих детей на их воспитание. При этом человеку не пришлось бы сидеть в тюрьме, и у него был бы шанс прожить совершенно нормальную жизнь. При этом я не утверждаю, что отказываться от обычных сроков нужно. Во-первых, если родители погибших детей хотят наказать эту девушку именно таким образом, если их моральное состояние этого требует, то пусть сидит. Или если она сама не хочет подобного наказания, и хочет заменить его тюремным сроком, то как бы пусть сидит. Все-таки наказание не в последнюю очередь для того и существует, чтобы морально удовлетворить потерпевшую сторону. Однако факт в том, что у нас в принципе нет механизма замены наказания на позитивное, в том случае, если потерпевшая сторона наказывать виновного сроком не хочет. Ведь ситуация-то на самом деле просто отвратительная. Погибли два ребенка, возможно, что страна лишена и потомства от этой девушки, которая в свою очередь вполне возможно, что собиралась прожить обычную счастливую жизнь и не имела никакой интенции к преступлению против человека. И вполне возможно, что осозная родителей детей весь ужас ситуации и фактическую невозможность прощения, а у многих есть подобное требование, все-таки мы православные христиане, они получат дополнительную психологическую травму, которая вылится в то, что и они выпадут из общества, будучи окончательно искалеченными. Потому что, напомню, кроме всего прочего, у них умерло два ребенка. Повторюсь, последнее вовсе не обязательно. Если хотят наказать сроком, то как бы почему нет. Но тем не менее, возможность подобного, на мой взгляд, быть должна. Так как я говорю о некой системе наказаний, было бы справедливо задать вопрос, а каким образом назначить позитивное наказание в данном случае, если бы детей сбила не дебилка девушка, а какой-нибудь туповатый паренек? Ведь у него-то нет возможности возместить детей по чисто физиологическим причинам. Это интересный вопрос. Возможно, что заставлять брать детей на попечение. Возможно, что за его счет оплачивает пенсию этим детям. Это вопрос дискуссионный. Но факт в том, что, на мой взгляд, правосудие должно иметь возможность применения позитивных наказаний и уникального подхода в назначении этих наказаний, опирающегося на здравый смысл. Подчеркну, что я сейчас говорю только о подобных ненамеренных преступлениях. Можно возразить, что это несправедливо, потому что, а почему вдруг за одно и то же преступление разные люди теоретически могут получить разные наказания? По факту, да, это несправедливо. Но справедливо ли то, что разные наказания приводят к разным последствиям для разных людей? Для большинства обычных ребят, например, 7 лет в колонии – это конец всей жизни. А для сынка-олигарха, который в широком смысле жить и не собирается, ему это будет ни в голове, ни в жопе. Выйдет дальше прожрать деньги папы. И еще следует учесть факт того, что сидеть он, спасибо валюте, будет в совсем других условиях. Да и далеко не факт, что будет сидеть вообще. Выйти сухим из воды благодаря деньгам в нашей стране, к сожалению, далеко не фантастика. Так что то, что одно и то же наказание на разных людей по итогу работает по-разному, это же тоже ни разу несправедливо. Так что мне кажется, что система наказаний должна уходить в сторону индивидуальных, в том числе позитивных наказаний, а путь к справедливости этой системы должна лежать как раз таки в выработке адекватного алгоритма позитивного наказания для конкретного человека. Как бы банально это ни звучало. Мне кажется, что при такой системе, кроме ее потенциально большей корректности, можно было бы с большей эффективностью бороться со взяточничеством. Потому что не проще ли наверняка избежать заключения каким-то образом, восстановив баланс общества, чем рисковать, приступая закон? Все-таки посадки за взяточничество у нас в государстве это тоже далеко не фантастика. Последнее, что приходит мне на ум, это возражение, что при уникальном подходе к конкретному человеку со связями может быть назначено наказание менее жесткое, чем должно быть. Однако это, во-первых, регулируется как раз таки возможным отказом потерпевшей стороны от позитивного наказания и замены его на срок. А во-вторых, это не совсем проблема подобного механизма. Мы же в конце концов на практике можем наблюдать, что благодаря нечистоплотности конкретных людей, закон, который якобы одинаковый для всех, можно преодолеть отдельным людям. И это не благодаря свойствам самой системы закона, а именно благодаря людям, которые являются его исполнителями. Поэтому это вопрос подбора персонала, а не механизма наказания. С этой темой я закончу и теперь поговорю про темы, которые не такие объемные. После церковного хейтспича возникли несколько комментариев по поводу одобрения отсылки на вертолеты и дяди Богдана, и я вынужден это дело прокомментировать и пресечь. Никакой отсылки на кого-либо тут не было. Точнее, отсылки-то есть, но совершенно не на вертолета. Она двойная. Во-первых, на предыдущий хейтспич и совершенно тупые и беззубые шутки про Бога от Долгополого, а именно про Богдана как раз таки. Именно поэтому мне показалось уместно в данном случае назвать отправителя письма он им, так как речь велась про события в церковной семинарии, а варианты названия долбежки в пукан это целиком и полностью купипаст песни кожаная пуля музыкального ансамбля бездна анального угнетения. На вертолета же никаким образом отсылаться я бы не стал. Вернее, отсылаться-то я уже один раз отсылался, но то было именно в прямом смысле отсылка на его видеоролик, когда мне было лень рассказывать про Залину Мершинкулову, которая проводила лекции в высшей школе экономики. Но вот весело отсылаться к вертолету в контексте пасхальных яиц и я бы точно не стал. По довольно банальной причине я его не котирую. Когда-то я его смотрел и даже радовался, что такой контент есть, но со временем я понял, в том числе разбираясь во всей этой теме, что, что хоть фраза онова «я сделал для распространения феминизма больше, чем сами феминистки и является сарказмом», с фактической точки зрения он не ошибается. Есть такой прием, как протаскивание повестки через якобы критику. Когда ты какую-то повестку, которая в обществе вообще особо-то и не котируется в силу неизвестности, начинаешь продвигать в массы путем ее критики. Не могу с уверенностью сказать, что он сделал это намеренно, но во многом именно благодаря нему на все эти феминизмы, ЛГБ-сообщества, угнетенышей, смотрят как на смешные, нелепые, нежизнеспособные штуки, вместо того, чтобы воспринимать их так, как должно. А должно их воспринимать как тотальных идиотов. И сейчас, если кто-то в реальном мире начнет говорить с тобой о гендиректорах, это вызовет максимум снисходительное закатывание глаз. В то время как нормальный человек должен чувствовать отторжение, например, на таком же уровне, как когда какой-нибудь полумертвый бомж приходит к тебе для того, чтобы затереть какой-то эзотерический бред. Все эти гендиректоры, угнетение, токсичность, квиры, стрелочки, они стали широко известны, а значит, уже приняты хотя бы в аналитическом уровне, что само по себе уже очень грустно. Так что никакой отсылки не было и быть не могло. Потому что по сути любая критика подобного дерьма это его продвижение. Тут, конечно, было бы справедливо спросить, отчего же я тогда в принципе эти темы поднимаю, если это же по сути продвижение через критику. В этом действительно есть противоречия, на которые у меня не найдется контраргументы. Я могу в данном случае лишь попытаться оправдаться тем фактом, что я начал свой канал в тот момент, когда ситуация уже сформировалась. Когда все уже все знают и говорю в большинстве случаев именно с позиции того, что все это в России категорически нельзя не то что поддерживать, а даже принимать. Собственно, поэтому я и говорю ЛГБ-сообщество. Это эдакий мини-протест к их лексикону. Я не собираюсь на нем разговаривать. Ну и раз уж речь об этом уже зашла, при создании предыдущего ролика у меня закралась по большей части шуточная мысль, что все вот это вот дело с феминизмом это заговор капиталистов, которые решили под видом феминизма в большем объеме эксплуатировать женский труд, чтобы увеличить армию рабочих, а вместе с ней и конкуренцию за рабочее место между рабочими для уменьшения оплаты труда. Конечно же, подобная веселая теория разваливается под гнетом реального мира и его истории, но согласитесь, звучит забавно. Особенно на фоне количества философий марксисток среди этих самых феминисток, которые являются, как я сейчас уже понимаю, настоящими врагами капитала, не производящими за свою жизнь ни копейки прибавочной стоимости. Ну и раз уж речь зашла про марксизм, собственно, вот одна из причин, почему я не отношу себя ни к левым, ни к правым, ни к центровым и агитирую отказываться от подобного лексикона в принципе. Пока я делал прошлый ролик, я вспомнил, что меня всю жизнь выгоняло в когнитивный диссонанс. Кто такие левые и правые, если верит тернету? Вот, собственно, вам описание. Я понимаю, что речь тут скорее блин, каким местом коммунисты это левые? История уже несколько раз показала, что построение общества, стремящегося к коммунизму, означает плановую экономику, сильное государство, стабильность. И вот неужели только из-за революционности их можно записать налево? Для меня это выглядит довольно противоречиво, что лишь убеждает меня не пользоваться подобными клиши в принципе. Они совершенно бесполезны, на мой взгляд. Ну и следующая тема, которая близка к предыдущим, но это уже чисто мои бытовые измышления, я тут не претендую ни на какую-то невизну, ни на какую-то интересность, это личное мое видение и рассказ на уровне записи в маленький розовенький дневничок. Я все думал, почему меня, да и не только меня, наверное, дичайше раздражают люди, которые требуют, чтобы я принимал их такими, какие они есть. Ну то есть, я подразумеваю под этим и все приставки позитива, и любую толерантность, и вообще все такое прочее, но говорить буду именно о бодипозитиве, потому что эта тема наиболее мемная и, наверное, всем знакомая. В первую очередь, это было мне интересно тем, почему сжение задницы подобные требования вызывают именно у меня, у человека, который вроде как совершенно адекватно относится к инвалидам, вроде как я не меняю никаким образом общение с человеком, в зависимости от того, стройный он, толстый или начитанный, красивый он или некрасивый, а вот жопа почему-то все равно сгорает. Ну и измыслил я вот что. Не найдя ответ почему сгорает жопа, я начал искать ответ почему она не сгорает в других случаях. И понял, что при оценке очень многих вещей я руководствуюсь концепцией времени, а если быть точным, ограниченностью индивида он им. Что вы и могли на самом деле наблюдать в моих видеороликах достаточно часто. То есть, когда я уверенно говорил, что Кац не человек, я руководствовался именно этим самым измышлением того, как человек, вообще-то говоря, тратит свое ограниченное время. И что делать такой объем контента одной головой физически невозможно. Но, собственно, на самом деле это лично для меня фишка, которую я изначально использовал в первую очередь на бытовом уровне. Вот вижу я толстого человека. И одновременно с этим я, как бы странно это ни звучало, не вижу толстого человека. И все это вышесказано, а также то, что будет сказано далее, относится в принципе к любому качеству человека. Фишка в том, что первая мысль, которая у меня возникает, а есть ли у него возможность быть не толстым? У него же, наверное, как у большинства людей, в сутки свободно всего лишь 17-18 часов. Это, мягко говоря, немного. Наверное, до вот этого момента, когда я его вижу, он тратил их на что-то более важное. Возможно, у него работа, возможно, у него сложная учеба, может быть, он врач, там, не знаю, или дети у него, на которые он тратит большую часть своего времени. Наверное, он просто физически не успевает заниматься собой, спортом. Так что, зачем мне его винить, а главное, за что? В конце концов, это же возможно не навсегда, и когда у него времени станет больше, он решит поправить свое здоровье, и толстым уже не будет. Короче, в этом-то весь прикол. Лично я воспринимаю, в первую очередь, время человека, которое, как известно, есть и настоящее, и свершившееся, и будущее. То есть, я не воспринимаю человека как нечто статичное. В свою очередь, когда человек говорит мне, принимай меня таким, какой я есть, заставляет меня мыслить совсем по-другому. При такой формулировке я уже не могу думать о будущем и прошлом человека, я должен принять его таким, какой он есть здесь и сейчас. А здесь и сейчас передо мной жирный дебил. Притом именно, что дебил, человеческое мышление, как известно, интенционально, думать о двух вещах сразу мы не умеем. И для того, чтобы почувствовать угнетение от общества, у тебя должно быть свободное время на то, чтобы его осмыслить. И вместо того, чтобы это свободное время потратить на спорт, чтобы изменить вопрос, изменившись самому, человек требует какого-то изменения от целого общества, от окружающего мира. Ну и последняя тема, которая сегодня будет, это некоторые мысли по поводу направленности канала. Основная никак не меняется. Как было про политоту и журналистику, так и будет. Впрочем, она и в целом, наверное, не поменяется, так как об играх я уже не раз говорил, но сейчас я скажу кое-что, почему эта тема недавно стала мной осознаваться, как важная. Относительно недавно у меня был повод вспомнить свой видеоролик про Линка. Ты видел концовку его видео, блядь, что он там, блядь, к чему он подвел все? Он сказал, блядь, я те цитирую, прямая, блядь, речь. Мне похуй на чиновников, которые воруют, потому что чиновники все здесь потратят. А Игорь Линк, он пидорас, потому что он, блядь, типа за рубежом живет. Блядь, ну охуительная логика, просто, блядь. В конце которого я рассуждал о том, что деньги могут зарабатываться трудом, который используют невозобновляемые ресурсы. Это реальная экономика, например, в которой ты что-то извлекаешь из земли и продаешь это. Или перерабатываешь это, или производишь за счет этого конечные блага. Ну то есть это всякая нефть, электроника, техника. Экономика России живет в основном за счет этого. Но кроме этого, деньги можно зарабатывать и трудом, который используют совершенно возобновляемые ресурсы. А зачастую при таком труде труд и является единственным ресурсом. Таким сферам относятся, в том числе кинематограф, который продает тебе картинку и большая часть его стоимости производства заключается в зарплате актерам и пастерам. Всякие искусства, где ты платишь за содержание холста невероятно несоразмерную сумму по сравнению с его собственной стоимостью. Это всякие туризмы, где ты платишь просто, чтобы оказаться в условном лувре. Это и образование. Меня неожиданно сильно ебет, что этот выблядок в своей рекламе предлагает детям ехать в Чехию, чтобы они проебали на школу языка, а также жратву и проживание деньги заработанные их родителями в России на все те вещи, что бесконечно возобновляемы. И на что Чехия на самом деле не тратит ничего вещественного. И это Игропром. Именно за рекламу такого труда и затрату полученных с российских донатов денег в чужой стране на подобный труд я и чмырил Линка. И вот уже с этой сферой, давайте будем откровенны, у нас все куда хуже, чем хотелось бы. Мы очень мало зарабатываем на тех вещах, у которых очень маленькая ресурсная стоимость. К чему я все это собственно? Я родился в 95 году и компьютерные игры являются для меня не то что частью моего досуга, а даже можно так сказать, что частью культурного кода. Игропром это по большей части тот самый труд, который обеспечивается минимальным количеством невозобновляемых ресурсов и при этом приносит неплохой доход. В силу этого созрело решение. Офтопы, где я буду говорить о том, о чем я захочу, наверное, так и останутся. Все-таки, опять же, в силу того, что гейминг это часть моего культурного кода, и по сути в них я говорю не столько о играх, сколько о себе, они мне все еще нужны. Но появится новая рубрика, совершенно равноправная с остальными, без всяких приписок, что это офтоп, в которой я буду стараться в меру своих сил продвигать новинки именно в отечественном игропроме. Продвигать эту тему имеет смысл для экономики, даже в том случае, если выводить игры в мировые топы у нас не получится. Но даже покупка из России вследствие моих видеороликах будет для меня искренне радостна, потому что деньги, как известно, ограничены, и если их потратить на российскую игру, то потратить их на фильм Marvel, доходы от которого пойдут не в нашу экономику, а известно кому, уже не получится, что тоже отлично. Впрочем, интерес со стороны окружающего мира мы тоже еще как можем привлечь, но об этом речь будет уже в непосредственно ролики из этой рубрики. Периодичность этой рубрики будет зависеть исключительно от того, насколько часто отечественной игропром будет давать мне повод ее снимать. Однако хочется сказать, что на данный момент поводов найдется немало. Это и Enlisted, который несколько шизообзорщиков засрали совершенно аутичным образом и который мне очень даже по кайфу. Это и черная книга, которая вышла в начале августа и о которой и будет следующий видеоролик. С большим удовольствием вам про нее расскажу. Буквально дуплетом вышли Kings Bounty 2 и Pathfinder 2, при том, если вторую приняли просто отлично, то с Kings Bounty 2 ситуация лично для меня куда более интересная. Потому что изначально в первые пару дней она склопотала 46% положительных отзывов при примерно 1000 отзывов в целом. В то время как сейчас, не прошло и двух недель, положительных отзывов у нее уже 58%, что заставляет меня думать о каком-то вбросе от хохлов в первые пару дней. Шучу конечно, но ничего серьезно по ее поводу говорить на данный момент не буду. Я к ней еще не прикасался. Ну и конечно надеюсь, что до конца года выйдет еще и Atomic Heart, который я тоже после презентации Microsoft на E3 жду и с большим удовольствием о ней поговорю. При этом пытаться сделать видеоролики быстро-быстро после выхода игр я не собираюсь. Пусть это будет дополнительный ништяк для разрабов в тот момент, когда игра возможно ушла из массового поля зрения. Все-таки несмотря на то, что я очень хочу помочь в продвижении всей этой темы, делать я это хочу адекватно, то есть именно продвигать, а не рекламировать. А для этого нужно вникать и разбираться. За сим откланяюсь, ребята. Спасибо за внимание. Лайки-дизлайки, подписка-отписка, ссылки на группу ВВК в описании. До скорых встреч.